Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! На настоящий момент проходит декларационная кампания 2021 года. Это, наверное, основная задача, которая сейчас перед вами стоит. Кому необходимо обратить внимание на этот процесс и какие отличия сейчас от прошлых лет? Да, стартовала декларационная кампания 2021 года. Это ежегодная кампания, которая проводится в Федеральной налоговой службе. Подать декларацию необходимо до 30 апреля некоторым категориям налогоплательщиков. Это, безусловно, физическим лицам, которые получили доход от продажи недвижимости, потому что многие физические лица об этом забывают, продают недвижимость, получают даже от налоговой, налоговое уведомление о том, что необходимо отчитаться. Но, тем не менее, об этом забывают. Поэтому необходимо, прежде всего, им подать декларацию. Физическим лицам, которые сдают в аренду свое имущество и получают от этого доход. Физическим лицам, которые получили подарки не от родственников, предусмотренных налоговым законодательством. Лица, которые получили доходы от зарубежных источников. Вот этим всем физическим лицам в обязательном порядке необходимо представить налоговую декларацию. Также декларируют свои доходы. Это индивидуальные предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения. Нотариусы, которые занимаются частной практикой. И адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. Там еще есть небольшая группа, которая также обязана отчитываться в соответствии с действующим законодательством. Извините, буквально на днях мы были в налоговой инспекции с нашей съемочной группой. Снимали сюжет. Я предлагаю сейчас его посмотреть, а потом продолжить наш эфир. В России проходит декларационная кампания. Предоставить сведения о доходах за 2020 год в налоговую инспекцию гражданам необходимо до 30 апреля. Сделать это можно либо по месту своего учета, либо в Центре госуслуг «Мои документы». Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика. С 2020 года поменялась налоговая декларация по налогу на доходы физических лет. Теперь в ней существует лист, раздел, в котором налогоплательщики сразу заполняют его. И там заполняют реквизиты сразу на перечисление сумм. Это касается деклараций, которые подаются к налоговым вычетам. Потому что таких деклараций, конечно, намного больше, чем декларации к уплате. Отчитаться о доходах нужно тем, кто в течение отчетного периода продал недвижимость, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдал имущество в аренду. Подать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Также напоминаем, что изменились реквизиты по уплате налогов и изменен кодок ТМО на Ленинский городской округ 46707000. За нарушение сроков подачи декларации, а также неуплаты НДФЛ до 15 июля, налогоплательщикам могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Сейчас налоговую инспекцию номер 14, которая обслуживает Ленинский городской округ, жители посещают довольно активно. В вторник-четверг мы работаем до 8 часов и практически всегда бывают люди. Каждый год, Ленинский район очень динамично застраивающий район. Каждый год количество деклараций от 30 до 50 процентов увеличивается. Но в основном сейчас, конечно, в основном люди подают этой декларации к вычету. Налогоплательщики приходят в инспекцию не только по вопросам подачи декларации о доходах. Другие услуги также продолжают оказываться в полном объеме. Ну, достаточно удобно, быстро, можно спокойно даже без ноутбука приехать, решить какие-то вопросы. Ну и быстро подать документы. В целом, я доволен. Стоит отметить, что срок подачи декларации о доходах не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить документ можно в любое время в течение года. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Анна Исна Владимировна, мы сейчас слышали в сюжете об изменении реквизитов. Вот, наверное, на этом стоит отдельно остановиться. Да, с 1 января 2021 года мы перешли на общие единые реквизиты Ленинского городского округа. У нас теперь единый ОКТМО, не так, как раньше было 7 поселений, 7 ОКТМО. Нет, он теперь один единый. Это, конечно, намного упрощает налоговое администрирование. И полностью реквизиты поменялись по уплате налогов. Поэтому налогоплательщики, пожалуйста, будьте внимательны и не оплачивайте на неверные реквизиты, потому что они попадают на невыясненные. И по поводу налоговых вычетов я особо хотела внимание заострить на том, что сейчас участили случаи, прошла фейковая информация по интернет-ресурсу о том, что если работодатель за вас платит страховые взносы, вы их можете вернуть. И вот у нас налогоплательщики прямо семьями подают такие декларации. Я хочу сказать, что это неправильная информация. Таких вычетов не предусмотрено. Просто мы вынуждены по каждой такой декларации составлять акт, решение, отказывать налогоплательщикам, тем самым еще и больше создаем работы для налоговых органов. Поэтому если налогоплательщики уважаемые, такая группа категории налогоплательщиков, она не подпадает под получение налоговых вычетов. Продолжаем наш эфир. В этом году Федеральная налоговая служба реализует несколько отраслевых проектов. Что такое проект общественного питания, каковы его цели и задачи? И о защите прав потребителей тоже поговорим. Да. Отраслевой проект общественного питания, конечно, направлен на то, чтобы вывести из тени тех налогоплательщиков, ту категорию налогоплательщиков, которая еще все-таки не привела свою предпринимательскую деятельность в русло налогового законодательства. Это связано, конечно же, с применением контрольно-кассовой техники. Потому что участили случаи, когда покупатель приобретает товар, и продавец просит перевести ему наличный счет, либо дать наличный, но при этом ничего взамен не дает. Либо дает товарный чек, либо кассы вообще нету, либо не пробивает кассу. Вот этот отраслевой проект, он направлен именно на то, что не карать налогоплательщиков, а для начала предупредить, разъяснить, рассказать, помочь, если что-то непонятно налогоплательщикам, а потом уже, соответственно, применять меры. Потому что есть налоговый кодекс, есть закон о применении контрольно-кассовой техники, кодекс обнастренных правонарушениях. За неприменение контрольно-кассовой техники предусмотрены штрафы, и не только штрафы, а также предусмотрено приостановление предпринимательской деятельности, в случае, если полученный доход составляет более 1 миллиона рублей. В общем, и сейчас широкомасштабно проводятся такие мероприятия. А такие прецеденты замечены только в сфере общественного питания? Или, допустим, в услугах, ну, там, не знаю, какой-нибудь интернет-магазин, например, продает одежду, скажем, или что-то такое? Я по собственному опыту скажу, во всех сферах это предусмотрено. Но просто если в розничной торговле это в меньшей степени, то в услугах общественного питания федеральная налоговая служба выявила, что это в большей степени. А так как этим все-таки занимаются больше индивидуальные предприниматели, в этом сфере налоговая инспекция решила усилить контроль. Про себя вот скажу, что недавно как раз был свидетелем такого случая, когда попросили перевести на карточку. Что делать покупателям в этот момент? Как-то беседовать с продавцами? Я понимаю, что это не сам предприниматель стоит за прилавком, а нанятый человек. Можно обратиться в администрацию этого торгового центра, или это если рынок, соответственно, уведомить об этом. Либо уведомить налоговую инспекцию. Мы сначала проведем свои контрольные мероприятия, а потом уже будем решать, что и как делать. Потому что, как правило, бывает так, что продавцы бывают недобросовестные, что касса стоит, и она по каким-то причинам не применяется. А с точки зрения налоговой инспекции, как исключить недобросовестное поведение на рынках? Два этапа направлены на это. В Ленинском районе существует четыре рынка. Вот в настоящее время как раз отделом оперативного контроля активно проводится точечная работа с такими налогоплательщиками по вовлечению их в налогооблагаемый оборот. Это что означает? Чтобы они все-таки поставили контрольно-кассовую технику на учет и начали ее применять. Потому что многих налогоплательщиков нет понимания того, они не уведомлены о том, что все-таки уже закон о применении контрольно-кассовой техники в их разряде, он уже вступил в силу, и необходимо все-таки контрольно-кассовую технику применять. Потому что, знаете, при пандемии же мы не проводили проверки, они были запрещены, да, и многие налогоплательщики этим воспользовались, что, ну, не проверяют, можем и не ставить на учет. Все-таки проверки уже с 1 января разрешены, но разрешены после того, как мы предупреждаем. То есть мы выручаем уведомления, даем определенное время для постановки на учет, а если не ставят на учет, только, извините, будут штрафные санкции. Ну, соответственно, тем, кто нас смотрит и является такими недобросовестными предпринимателями, стоит задуматься. Продолжаем нашу беседу. И следующее изменение касается электронной подписи. Я так понимаю, что теперь этим занимается именно налоговая инспекция. Для чего вообще нужна электронная подпись и все с этим связано? Электронная цифровая подпись нужна для того, чтобы не ходить в налоговую инспекцию и электронно удаленно решать все вопросы, которые связаны с налоговой инспекцией. Это не только представление отчетности. Представление отчетности – это, можно сказать, самый малый фактор. Это и обращение в налоговую инспекцию, контролирование своих лицевых счетов и подпись на документах. Потому что если эти документы в электронном виде подписываются электронной цифровой подписью, то они приравниваются документами на бумажных носителях. И плюс Федеральная налоговая служба, она идет же в ногу со временем и упрощает все то, чтобы налогоплательщики как можно меньше приходили в налоговую инспекцию. Я всегда налогоплательщикам, которые приходят ко мне на прием, говорю о том, что пользуйтесь ресурсами, которые есть на сайте налог.ру. У нас многие предприниматели просто, когда регистрируются, они даже не знают, какая система налогообложения, что платить, как платить. Заходишь на сайт, там есть вкладка, там есть по каждому налогу целая инструкция, что и как нужно делать. Это очень удобно. И плюс вот эта электронная цифровая подпись, она упрощает, в принципе, жизнь налогоплательщика. Но все вышесказанное это касается именно организаций, каких-то предприятий, не физических лиц. Нет, физических лиц в том числе. Если они выбирают, приходят и оформляют электронную цифровую подпись, то так же. А в чем это им может помочь? Просто в упрощении всего процесса? Про процесса взаимодействия с налоговой инспекцией. Потому что у нас каждым годом прибавляется количество физических лиц, которые имеют счета в зарубежных банках. А они обязаны отчитываться по каждому такому счету. Поэтому, чтобы не ходить в налоговую, мы понимаем, что это, как правило, значимая персона, чтобы не ходить в налоговую инспекцию, очень удобно воспользоваться электронной цифровой подписью. Но если вдруг налоговая инспекция будет доказана, что электронная цифровая подпись используется не тем лицом, которое предусмотрено, то может быть возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов. А какие штрафные санкции за это уголовное дело? Я сейчас затрудняюсь ответить, но статья 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятно. Перейдем к другим изменениям. Есть ли что-то касаемо порядка подачи декларации по транспортному и земельному налогу? Мы поговорили о доходах, а теперь об имущественных налогах. Об имущественных налогах хочется сказать сейчас уже о том, что пока что у нас не начислены налоги за 2020 год физическим лицам, всем льготным категориям гражданам, а также тем предпринимателям, которые использовали имущество в предпринимательской деятельности, необходимо заблаговременно подать все эти документы в налоговую инспекцию. Я скажу это для чего. Когда мы формируем отчеты, мы сумму начисления ставим в проектируемую сумму поступления в бюджет. А если мы априори знаем, что эта категория плательщиков льготная, то мы понимаем, что эти суммы никогда не поступят в налоговый бюджет, потому что это льготная категория налогоплательщиков. Поэтому заблаговременно до 1 мая постарайтесь все те плательщики, у которых есть льгота, либо имущество использовать в предпринимательской деятельности, либо еще какие-то основания подать эти документы в налоговую инспекцию. А по юридическим лицам впервые в этом году налогоплательщики не подают декларации по земельному налогу и транспортному налогу. Налоговая инспекция сама производит сообщение о расчете. И также этой же категории налогоплательщиков тоже необходимо, когда они получат сообщение о расчете, посмотреть, все ли объекты там учтены, все ли они корректно учтены. Если вдруг что-то не так, то необходимо уведомить налоговую инспекцию. Налога на имущество это не касается. Налога на имущество также сдается декларацией. Форма ее новая. И новая форма декларации по форме 6 НДФЛ. Единственное изменение еще касается представления бухгалтерской отчетности за период с 2020 года. Теперь вся бухгалтерская отчетность предоставляется всеми учреждениями исключительно только в электронном виде. То есть, если вы их приносите в бумажном виде, налоговая инспекция на законных основаниях имеет право вам отказать. А есть какие-то сроки подачи бухгалтерской отчетности? Да, вот они буквально заканчиваются до 31 марта. Следует поторопиться. Следует поторопиться, да. Потому что с представлением, тем более в электронном виде, это же тоже нужно зарегистрировать электронную цифровую подпись, чтобы представить эту отчетность. Потом, что у нас продолжает действовать налог на профессиональный доход. Очень удобный налог для физических лиц. Не надо приходить в налоговую инспекцию, тратить время. Нужно скачать приложение «Мой налог». Там пошагово зарегистрироваться и ежемесячно платить с дохода. Если это от физических лиц доход 4%, если от юридических лиц доход, то это 6%. Хотелось бы уточнить, вот как раз-таки мы уже говорили о пандемии. За этот год многие как-то переквалифицировались, поменяли источники дохода и, может быть, решили стать вот этими самозанятыми гражданами. Очень много, да. Что относится вот к этим категориям, к этой, можно сказать, профессии? Сфера услуг в основном. Это в основном сфера услуг. Это грузоперевозки. Но больше всего это, конечно, сфера услуг. И плюс еще при пандемии у нас 1 января отменен единый налог на вмененный доход. А у нас все-таки большая категория налогоплательщиков были на этом налоге. Им было предложено, либо они переходят на патентную систему налогообложения, либо на упрощенную систему налогообложения. Если на патентную систему налогообложения перечень видов деятельности значительно расширился, патентная система налогообложения претерпела огромные изменения, касаемые и в видах деятельности, касаемые и уменьшения сумм налогов, потому что раньше была фиксированная сумма налога, и она не могла уменьшаться налогоплательщикам. То есть с этого года, если налогоплательщик платит страховые взносы, то он сумму патента имеет право на основании заявления, которое утверждено в Федеральной налоговой службе, подать, и мы эту сумму уменьшим. Многие платильщики это не знают, поэтому я им рекомендую почитать и своевременно подавать эти документы в налоговую инспекцию. Я считаю, это огромная мера поддержки малого бизнеса, потому что когда отменяли ЕНВД, эти налогоплательщики жаловали, что ухудшается их состояние. Мы просчитывали, ничего не ухудшается, даже наоборот, в некотором степени улучшается. А вообще поддержка малого бизнеса какая-то сейчас существует? Правительство говорило о том, что будем поддерживать во время пандемии. Как-то налогоплательщики чувствуют это? Я считаю, что сумма патента по сравнению с тем годом, если мы минусуем страховые взносы, она не изменилась. Несмотря на то, что у нас есть инфляция, что все дорожает, то сумма налога какая была, такая и осталась. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете по телефону, который вы видите на своих экранах, задавать свои вопросы. Мы продолжаем. Вы упомянули льготные категории граждан, физические лица. В том числе, хотелось бы уточнить, кто относится к льготным категориям. Льготные категории – это пенсионеры, это многодетные семьи, это инвалиды первой и второй группы, Великой Отечественной войны. Но на самом деле перечень льготных категорий очень расширен. Ветераны труда, они есть на сайте налог.ру. Но, как правило, в основном это пенсионеры и многодетные, потому что и пенсионерам, и многодетным каждый раз льготы увеличиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приложение «Мой налог» вы упомянули тоже, оно только для самозанятых. Да. А что касается налог.ру, это сайт, портал, да? Да. Куда могут обратиться абсолютно все, и физические лица, и организации? И индивидуальные предприниматели, да. И я на самом деле сама часто туда захожу и вижу, насколько там интерфейс, он очень удобен. У нас сейчас там обновилось, да? Да. А мобильное приложение «Налог.ру» существует? Да. Вот о нем как-то можно рассказать? Ну, больше существует, конечно, что больше волнует физических лиц, это личный кабинет налогоплательщика. Да, пользуются больше люди это личным кабинетом, очень почему-то или не знают, или не пользуются личный кабинет индивидуального предпринимателя. Ведь у нас проблемы с индивидуальными предпринимателями в исполнительской дисциплине, в том плане, что они забывают платить налоги, а получается так, что они многие и не знают. Потому что, например, я подписываю те или иные документы, я вижу, у налогоплательщика недоимка, приглашая его к себе в кабинет, а он, оказывается, и знать не знает, он забыл, его не уведомили об этом. Поэтому через личный кабинет индивидуального предпринимателя это очень удобно все контролировать и не попадать на блокировку счетов. Кстати говоря, вот что касается тех налогоплательщиков, которые, ну, по той или иной причине задолженность у них образовалась, существуют ли какие-то, ну, для них тоже льготы, кто пришел, когда вот уже задолженность есть, и погасил ее? Да, ну, какие льготы существуют? То, что пени не будут начисляться, да, пени не будут начисляться, не будет запрет выезда. Преимущество раннего погашения. Да, запрет выезда не будет. Я могу сказать, что сейчас март месяц, а мы уже направили по сроку уплаты, вот 2 декабря у нас срок уплаты был, мы уже направили в судебные участки заявление о выдаче судебных приказов, потому что сумма налогов по тем налогоплательщикам, они свыше 500 тысяч рублей, да, недоимки. Поэтому мы уже направили. И если эти плательщики в ближайшее время не погасят, то, получив судебный приказ, мы сразу ходатайствуем перед судебными приставами о том, чтобы они накладывали арест. Ой, не арест, простите. Чтобы они накладывали запрет выезда из Российской Федерации и арест на имущество. А какие еще санкции грозят неплательщикам? Пене, пене идут. Многие плательщики, когда узнают об этом, они говорят, вот мы налог заплатим, а вы сделаете так, чтобы пене не шли. Уважаемые налогоплательщики, они идут автоматически. То есть это не налоговая инспекция решает. Срок уплаты наступает, нету налога, то, соответственно, идут пене. А в каком размере они появляются и после какого срока задолженности? После установленного срока 2 декабря ставка у нас рефинансирования, 1,03 ставки на рефинансирование. Поэтому рекомендую всем налогоплательщикам еще раз проверить свои исполненные обязательства перед бюджетом. Что касается тех налогоплательщиков, должников, которые все-таки решили погасить, но не хотят как-то, не знаю, либо им сложно приехать в налоговую инспекцию, из дома можно это сделать? Через сайт, личный кабинет, налогоплательщик, через госуслуги, через банки, через МФЦ. Пожалуйста, большой спектр тех мест, через которые они могут оплатить. Но, как правило, это госуслуги, и, как правило, это МФЦ и личный кабинет. Вы как раз в начале нашего разговора сказали о том, что приветствуете, чем меньше народу приходит, тем лучше. То есть, наоборот, лучше все делать по удаленке, скажем так, в электронном виде. Я скажу почему. Потому что, когда пришется заявление в инспекцию, оно попадает непосредственно к исполнителю. А когда налогоплательщик приходит в инспекцию, он попадает к инспектору, который осуществляет прием. И этот инспектор, у него не только эта отрасль, но он также должен знать и много-много других знаний. Поэтому, когда вы пишете, и это попадает непосредственно инспектору, то качество этой услуги намного выше. И у инспектора есть время спокойно связаться с вами по телефону и решить этот вопрос. Если вдруг не решается такое, то инспектор просит налогоплательщика с документами приехать. Такое тоже бывает. У нас бывают ситуации с двумя ИННами, с переезжающими налогоплательщиками, потому что у нас, как правило, район-то прибывает за счет тех лиц, которые прибывают. И, конечно, по ним возникает больше всего вопросов. У нас Александр, наш телезритель, задает вопрос, как мне завести личный кабинет налогоплательщика? Личный кабинет налогоплательщика можно завести в любой налоговой инспекции по всей Российской Федерации. Достаточно прийти с паспортом. И вам выдадут регистрационную карту, вы войдете в этот личный кабинет, пароль нужно будет поменять на свой в связи с конфиденциальностью. А сколько это займет по времени? Ну, то есть, допустим, сегодня человек пришел, и через сколько у него появляется личный кабинет? Сразу он у него появляется, единственные данные туда добавляются в течение суток. Мы просим налогоплательщиков не сразу при выходе из инспекции пытаться зайти, а все-таки ближе к вечеру, либо на следующий день. Сейчас ограничения коронавирусные постепенно снимают. Соответственно, люди уже стали приходить, и мы видели в сюжете, в том числе, в большом объеме в налоговую инспекцию. Планируете ли вы проводить какие-то дни открытых дверей, чтобы устраивать какое-то повышение грамотности населения? Мы надеемся, что в этом году будет день открытых дверей в конце апреля. Как правило, они в это время бывают, и, конечно, в это время мы проводим. Но на самом деле я хочу сказать о том, что у нас такой грамотный профессиональный администратор зала, что у нас, можно сказать, каждый день день открытых дверей. Ну, это на самом деле так. Но, как правило, эти мероприятия, они тематические, да? Это тематические, да. Они касаются либо налога на доходы физических лиц, либо декларационной кампании по уплате имущественных налогов, либо заплати налоги и спеспокойно. Нам продолжают поступать вопросы от зрителей. Иван Давыдов пишет, я снял машину с учета, но в моем личном кабинете это не отобразилось. Сколько мне ждать и что делать? Онлайн это не отображается, конечно же. Существует выгрузка, соответственно, статьей 85 налогового кодекса. В течение месяца-двух, как правило, эта информация появляется. Если вдруг она не появилась, вы можете написать заявление, мы сделаем запрос. Но если вы ее продали в этом году, мы налог будем начать только в следующем году. То есть он может не переживать. То есть какое-то время еще, в принципе, это может висеть? Может, да, может. Потому что там же многоступенчатый процесс обработки. Но, как правило, я смотрела месяц-два, эти данные поступают онлайн, они не бывают. У нас многие платежчики сняли машину сегодня с учета, послезавтра уже пишут. Инспекция, я снял с учета, уважаемый, но не поступает так. Мы еще не в рамках одного окна работаем. Мы к этому стремимся. Еще до эфира тоже поступил вопрос, обязан ли гражданин платить имущественный налог именно на той территории, где зарегистрирован объект налогообложения. Да. А он именно на той территории и обязан. То есть если объект зарегистрирован в Краснодаре, а человек живет в Видном, то этот доход будет поступать в Краснодарский край. Да, уведомление ему формирует одна инспекция. Это мы, да, по месту жительства. А объекты там будут, все объекты на территории всей Российской Федерации. И у каждого объекта будет, соответственно, свой код бюджетной классификации. В тот регион, в тот бюджет, где расположен этот объект. То есть ему придется все-таки в Краснодар ехать? Нет, зачем не ехать? Там в налоговом уведомлении будет платежка, и он по этой платежке оплачивает налог. Никуда ехать не надо. Ну, слава богу. Возможен ли возврат суммы излишнего уплаченного налога? Конечно, конечно. Пункт 6 статьи 78 Налогового кодекса говорит о том, что налогоплательщики имеют право вернуть налог в течение только трех лет. Вот три года на это дается. С момента уплаты три года. Пожалуйста, пишите либо возврат, либо зачет. Вот мы этой суммы сделаем. А эта сумма, она как раз в личном кабинете отображается? Отображена, да. Следующий вопрос тоже от телезрительницы Анны Кочетковой спрашивает. Будут ли какие-то изменения для самозанятых? То есть вроде недавно уже существует эта система, а уже вопрос про изменения. Да нет, никаких изменений нет. Я считаю, это очень простая система налогообложения. Она не требует никаких изменений, она очень понятна. Пока о таких изменениях Федеральная налоговая служба не говорит. Для тех, кто планирует посетить налоговую инспекцию в ближайшее время, давайте напомним график работы учреждения. Когда лучше прийти, когда меньше народу? В связи с тем, что декларационная кампания сейчас в самом разгаре, мало людей практически не бывает никогда. Но может быть только в понедельник и в среду. В понедельник и среда мы работаем до 18.00, в вторник, в четверг мы работаем до 20.00, и в пятницу мы работаем до 16.45. Без перерыва на обед. Но наш эфир уже подходит к концу. В заключении, наверное, вы можете обратиться к нашим телезрителям с каким-то обращением? С обращением хочется обратиться и сказать, что та группа налогоплательщиков, которые все-таки обязаны задекларировать доходы, мы их не просим даже, а убеждаем в том, что это нужно сделать, потому что предусмотрены штрафные санкции, мы забыли об этом сказать, штрафные санкции за несвоевременную подачу налоговой декларации, и, конечно же, исполнять обязанности по уплате имущественных налогов, потому что все, что рядом с нами существует, сады, школы, медицины и так далее, это существует именно на эти деньги. Соответственно, бюджет пополняется за счет этих налогов, которые, впоследствии эти деньги идут на создание социальных объектов, которые мы так хотим и ждем. И постоянно требуем. И требуем, да. Большое спасибо за эту беседу, за ценную информацию. Я напомню, что у нас в гостях была Анаит Галстян, заместитель начальника налоговой инспекции по Ленинскому городскому округу. Всего доброго и до свидания.